21 сентября состоялось крупнейшее событие в истории проекта двигателя Дуэнова. Вторая международная конференция. Место проведения знаковое и уже ставшее привычным. Конгресс-центр особой экономической зоны Технополис Москва, неподалеку от площадки, на которой будет возведен инновационный центр Суавалмаш. В зале собралось более четырех сотен участников, инвесторов, партнеров, людей, которые еще не в проекте, но активно им интересуются. Среди гостей национальные партнеры изо всех стран, где есть наши официальные представительства. Франция, Германия, Болгария, Ко-де-Ивуар, а также ближайшие соседи из Белоруссии. В том числе нас посетила делегация из Индии, страны третьей в мире по числу инвесторов проекта двигателя Дуэнова. В чем интерес того, чтобы приехать на конференцию? Это познакомиться с людьми, как-то обменяться контактами, посмотреть вообще, что здесь происходит и передать всю эту информацию потом людям, которые за нашим проектом следят. Например, если мы делаем фотографии вот таких мотоциклов, мы показываем людям реальность и то, как проект может эволюционировать, потому что они не всегда понимают, какое практическое назначение имеют, допустим, моторы, двигатели. Спасибо всем, кто пришел на конференцию. Это очень важное событие. У входа в конгресс-центр посетители встречали несколько электрокаров. Рено Твизи с двигателем, модернизированным по технологии совмещенных обмоток славянка. Грузовик Пикман с мотором DA-90С от нашего партнера компании Молнио, который катал всех желающих. Интерес посетителей также вызвали и электромотоциклы с двигателями DA-90С, представленные для выставки партнерами проекта. В частности, известный в кругах электротранспорта блогер Маклауд предоставил электробайк Босс. Примечательно то, что данный байк эксплуатируется каждый день и является рабочей лошадкой, а не просто выставочным образцом. Отсюда можно сделать вывод о надежности двигателя DA-90С. В том числе, автообозреватель Rucars Электромобили и компания Электромобили предоставили еще два электрокара модели Nissan Leaf. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интересный проект. И, в принципе, для России это вообще очень серьезная инновация, потому что это впервые такой проект, который берется не с запада, а именно растет у нас. И перспективы у него очень серьезные, очень хорошие. Остальные экспонаты шоурума расположились внутри здания. 19 различных моделей электродвигателей, среди которых моторы DA-90С и DA-100С, выпускаемые по технологии славянка в Китае на предприятии АСПП Вейхай. А также разработка СОВЭЛМАШ, не имеющая аналогов в мире. Двигатель класса энергоэффективности ИЕ-3 в корпусе двигателя ИЕ-1. И еще несколько успешных разработок команды Дуэнова. Многофункциональный плазменный комплекс Горыныч. Углошлифовальная машина с электроприводом, выполненным по технологии славянка. И все же, в центре внимания находилась не техника, а люди. И съм много-много впечатлен и развълнуван и очаквам с натърпение бъдещето развитие на компанията. Я впечатлен, и я до сих пор немного волнуюсь. Я увидел здесь электрические мотоциклы, электромобили. Я, к тому же, увидел много знакомых лиц. Увидел технологию, саму технологию в действии. Я очень рад этому. Спикеры конференции, первые лица и партнеры проекта. Ведущий мероприятия Павел Филиппов с самого начала зарядил аудиторию гордостью за проект, рассказав о главных достижениях стартапа к концу десятого этапа. Ведущий инженер Совалмаш Яна Теплова сообщила о том, как проходит испытания двигателей в аттестованной лаборатории. Массу положительных эмоций зала вызвали выступления по видеосвязи ведущих партнеров проекта. Виктор Арестов рассказал о ближайших перспективах технологии славянка в Азии. Его предприятие АСПП Вейхай вскоре будет оборудовать двигателями с совмещенными обмотками тук-туки в Таиланде и Индии. Другой партнер Андрей Лобов поделился хорошими новостями из Обнинска, где моторы Дуйнова уже заслужили популярность у всех посетителей парка Этномир и местной администрации. Вдохновляющими для партнеров двигатели Дуйнова стали выступления первых лиц компаний Solar Group, которая занимается привлечением инвестиций в проект. Директор Solar Group Сергей Семенов рассказал о достижениях компании в рамках стартапа, главной из которых в проект удалось привлечь 1 миллиард рублей средств инвесторов. Благодаря партнерской программе популярность стартапа в мире за последние месяцы заметно выросла. Руководитель партнерской сети Solar Group Павел Шацкий представил национальных партнеров из разных стран. Каждый из них выступил в качестве спикера. Зарубежные партнеры отметили ценность проекта для экологии их стран и возможность доступного заработка на стартапе.